Быть в одиночестве прекрасно и не в тягость, как думают в компании шумящие. Размыслить о душе и, обнаружив гадость, вину не отфутболить на других, как мячик. Душа в младенчестве так мало сознает, как хорошо быть одному совсем. Едва повыдерется и сует тенет, как тут же звонит и придет сосед. И не затем ли лезут на вершины, бегут в леса, в пещеры, на болота, чтоб тишину внутри не сокрушили. Мир тишины от говора не лопнул. Сейчас одиночество хотя бы на неделю, за месяц целый или же за год. Забыть о всем, что вот как надоело, за горло давит и заботой сжет. И тишина не просто, чтоб молчать, но слушать тихо голос Иеговы, Творца Вселенной. С ним на свидание сейчас сподобились, а может, боли он приготовил. Не одиноки мы, когда совсем одни, на клавишах в душе следы Иисуса ищем. Святая дума с небом нас роднит, ведь в одиночестве изысканная пища. Вся горница души, вся безостатка посвящена садовнику Иисусу, и разговор с ним несказанно сладок, пустынные лепешки всем по вкусу. Когда утихнет суета в дому, внучата голуби, котята отдыхают, Тихонько лестовку с гвоздя в углу сниму И покидаю мысленно всех в этой хате. И столько полноты, лишь был бы ты, Творец к творению снизошел, склонился, Пора стряхнуть в риге суеты И оторваться от всего, что низко. 22 декабря 2006 года